Так, дорогие друзья, примерная схема для того, чтобы уничтожать вашу инсулинорезистентность, для того, чтобы максимально худеть, для того, чтобы вы могли максимально стать здоровыми, максимально подтянутыми, для того, чтобы вы увидели наконец-то ваши кубики пресса. Смотрите, все очень просто на самом деле. Не нужно себя ограничивать, не нужно считать калории, пожалуйста, не считайте калории, не делайте этого. Самое главное, самый главный секрет питания – просто нужно соблюдать антиинсулинорезистентную диету, то есть снижать вашу инсулинорезистентность. Каким образом это делать? Нужно исключить утренний прием углеводов. Утром принимать только жиры, снизить или устранить даже прием белка на утро. То есть это первые примерно 4-6-часов, как вы проснулись, вы стараетесь есть клетчаточку и жиры. После того, как прошло 4-6 часов, желательно 6 даже, вы начинаете кушать белок и начинаете кушать углеводы. И еще 6 часов проходит. То есть, соответственно, вы должны закрыть все ваши углеводы за 6 часов и в последующее время вы едите только белок. Клетчатку вы можете есть на протяжении всего времени и, соответственно, белок на протяжении 6 часов, когда у нас идут углеводы, и 6 часов, когда у нас, соответственно, там фаза уже вечернего предсноведения такого. То есть, перед тем, как мы готовимся ко сну, мы даже можем тоже съесть какие-то легкие белки, например, там, ну, яичко какое-то скушать или, к примеру, там, грудку. Ну, кому что легче переваривается. Думайте о вашем ЖКТ, думайте о том, что легче будет у вас перевариваться. Значит, так как формат видео краткий, а меня постоянно несет в дебри и в подробности, смотрите, что хотел вам рассказать коротко. Самое главное – это перестать бояться, перестать выдумывать правила. Первое. Уберите правила с подсчетом калорий. Второе. Уберите правила с тем, что вы не едите перед сном, ешьте ради бога перед сном. Просто вопрос что? Кушайте клетчаточку перед сном. Какой-то легкий прием белка. Если вы можете кушать морепродукты, и, в общем, если вы их едите, то можете есть перед сном морепродукты или рыбу вы можете есть перед сном. Это тоже такой хороший будет вариант. Возможно, также употребление мяса птиц перед сном. Вот. В общем, кушайте углеводы. Углеводы тоже кушайте, но днем. И смотрите, вы считаете БЖУ. Считаете БЖУ. Если вы не знаете, как посчитать БЖУ, смотрите мое видео о том, как считается БЖУ. Но, соответственно, я бы рекомендовал делать так. Если вы выкидываете углеводы из, допустим, 1 грамм углеводов вы выкинули из вашего приема БЖУ, да? И вот у вас, допустим, было углеводов там 3 или 2 грамма на килограмм тела, вы 1 грамм углеводов на килограмм тела прибавили. Вы 1 грамм жиров на килограмм тела поставили. То есть у вас стало 2 грамма жира на килограмм тела. То есть вы как бы скидываете цифру в сторону жиров. И основное количество жиров вы можете потреблять, соответственно, в первой половине дня. О продуктах, пожалуйста, пишите мне в комментариях, если вам будет интересно, я вам расскажу. На этом все. Спасибо, да пребудет с вами здоровье, силы, счастья и бобер.